У нас дальше, кто у нас на новенького? Так, Карен Франц, о, есть Карен Франц, так, 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 где Карен Франц? Ну, я принимаю вас, я, да что ж такое-то, принимаю, есть Карен Франц, привет, что такое? Я надеялся, что это Франция, а это опять-таки Россия, ну ладно, сыграем с Россией. Вот, Карен, Карен, как же вы меня разочаровали, я хотел попрактиковаться в своем французском, с нижегородским акцентом, разумеется, ну вот, правда, может быть, вы и говорите по-французски, может быть, мы можем поговорить про красоты Парижа, про другие прелести, вы знаете, во Франции я бывал много раз и на турнирах, и как турист, и, конечно, есть у меня определенная такая, знаете, любовь к этой стране, это не потому, что у меня какое-то аристократическое происхождение, вы знаете, что в 19 веке все люди в большом свете говорили по-французски, более того, друзья мои, вот сейчас, ой-ой-ой, я слон Д3 забыл сыграть, вот ничего себе, разговариваю по-французски, забываю, в общем, какие-то мерзкие дела. Так вот, в 19 веке объясняться в любви было принято только на французском языке. Если кто-то по-русски говорил, как русский Ванька говорил, я тебя люблю, дорогая Маня, ну, это считалось, что это не признание в любви, а, в общем, какой-то детский лепет. Это на такое признание никто не отвечал, соответственно, взаимностью. Так, ну вот я защитил ферзя, ну и вот забавным образом мы долго с соперником кокетничаем. Как раз, кстати, как модница из 19 века, никто не хочет первым менять ферзей. Ну вот соперник все-таки принял этот вызов и меняет ферзей. Но в стратегическом плане, конечно, партия становится все более и более трудной. Так, конь Е4. Надо ли меняться? Да. А так, наверное, слон А4 сюда. Ну, хорошо, давайте я не буду мудрствовать лукаво, просто развиваюсь. Ну, я могу сказать, что черные не просто уравняли, у них позиция с очень-очень серьезной инициативой. У черных просто может быть поприятнее. И винует тому пешка на А4, который, конечно же, здорово блокирует мой ферзовый фланг. Так, поехали, поехали. Б5. Ну что, конь Б4, просто нападаю на пешку С6. Надеюсь, что это достаточно серьезная неприятность. Так, смотрим дальше. Ну, король просто бежит защищать ферзовый фланг. Ну, я не думаю, что здесь у белых есть серьезные проблемы, но у черных-то точно проблем нет. Да, ну, я просто, видите, сейчас короля хочу поставить на А2, чтобы о пешке А3 просто забыть. Вот, ну, соответственно, исход борьбы, наверное, будет решаться на фланге королевском. Так, взяли, ну, скажем, взял сюда. Вот, теперь короля ставлю на А2. Так, по времени, что у нас по времечке-то, друзья мои? По времени у нас соперник действует очень бодро, очень, я бы сказал, веско. Ну, слабость на А3, кстати, довольно серьезная, так что мне, у меня сейчас главная задача не пускать черные ладьи в белые тылы. Так, вот это вот интересно. Посмотрим, что будет дальше. Но прорваться-то вообще абсолютно некуда. Так, H5, G5. Что делать, непонятно. Так, конь D2. Это, опа, это ловушка. На этот ход следует конь Е4. Так, ну-ка, ну-ка. Так, H5, G5. Сюда снова конь D2, да? Ну, вы знаете, ситуация настолько непростая, настолько сложная. Так, H5, а вот это вот я не уверен, что это правильно. Здесь я могу куда-то, знаете, прорваться на пункт F6. Я просто ладья F3 специально поставил, чтобы ладья пошла вот сюда. Ага, ну вот теперь я готов к пешке G6 приставать. Причем, разумеется, грязно, иначе я приставать не умею. Так, ну и надеюсь, что с пешкой G6 будут у черных сложностей. Так, ну, правда, может быть, эти сложности, это плод моего воображения, да? Конь D2 напал. Так, конь Е4. Ага, ну вот это совершенно другой калинкор, потому что соперник готов перейти в ладейное окончание. Ну, давайте смотрим. Соперник играет на выигрыш, причем абсолютно делает все правильно. Так, сюда. Абсолютно все правильно делает. Так, я вот из-за этой пешкой А3 не могу оторваться. Вообще не могу никуда оторваться. Так, ну и что дальше? Да, ну так стоять мы можем довольно долго, да. Ну, видимо, стратегическая позиция ничейная. Причем, я бы сказал, что так, с позицией силы у черных. Ну, все очень здорово делает Карен. И хотя он не француз, то, в общем, да, блестяще, блестяще играет Карен. Ну, я на ферзовом фланге, конечно, был не прав. Вы знаете, вот это зажим B5, A4, но он создал серьезные проблемы. Ну, и может быть, на слом B4 надо было бить АБ, чтобы не оставлять себе слабости. Так что спасибо Карену за эту прекрасную партию. В которой, кстати говоря, еще осталось довольно много вопросов. Спасибо. Спасибо.